Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезная потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас здоровый выпуск. Сегодня я сохранил чек на очень полезный товар. О нем знали еще древние скифы. Они ценили его за вкус и сытность. Долгое время этот продукт можно было купить исключительно в аптеке. А в деле его популяризации отметился даже нобелевский уряд Илья Ильич Мечников. Вот такой вот во всем полезный и удобный товар. И нетрудно догадаться, о чем идет речь. Но если вас еще мучают догадки, то открою вам секрет. Герой нашей программы сегодня – белый классический йогурт. Мы начинаем. Родина йогурта считается Болгария. Именно здесь придумали оставлять молоко на время закиснуть, чтобы оно превратилось в вкусный и полезный продукт. В промышленных масштабах наибольшее количество йогурта в мире производит Финляндия. За ней следуют Эстония, Франция и Германия. Наша страна от лидеров не отстает. Мы занимаем седьмую строчку рейтинга. В прошлом году в России было произведено свыше 778 тонн йогуртов. Большую часть занимает здесь ароматизированные и сладкие версии белого продукта. Натуральный йогурт идет на втором месте. Но все ближе подбирается к лидерам по популярности у потребителей. Как они выбирают хороший продукт и на что делают ставку – спросим у них. Срок годности, упаковка смотрю. А что у них просрочное было? Ну, на срок годности смотрим, конечно. Во-первых, цена еще интересует. Я уже знаю, какое мне нужно. Я уже иду прямо целенаправленно к этому продукту. Говорить о полезности йогурта можно долго. Оно улучшает пищеварение, восстанавливает микрофлору и снабжает организм необходимым кальцием. Однако все это возможно, если найти действительно хороший продукт. Как это сделать, сегодня попытаемся выяснить. Для этого возьмем три упаковки классического белого йогурта. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Данон», «Куакер» и «Нормала». Участников расположим в афавидном порядке, согласно названиям. В завершении узнаем, кто действительно приносит пользу, а кто не очень. В зависимости от технологии производства и наличия живых культур, все йогурты можно разделить на две группы – живые йогурты и термизированные. Первые обладают лечебным эффектом, вторые подвергнуты специальной термической обработке. Они могут храниться до года при комнатной температуре, но не обладают лечебным эффектом, хотя являются продуктами высокой пищевой ценности, содержащей витамины и микроэлементы. О том, какой перед вами продукт, можно узнать на маркировке. Также обратите внимание, насколько йогурт молочный. Если мы хотим получить пользу от употребления данного продукта, обязательно смотрим маркировку – молочный это продукт или молокосодержащий. Потому что молокосодержащие – это те, в которых допускается замена немолочными ингредиентами. А вот наличие сухого молока в составе вас уделять и пугать не должно. Это, своего рода, загуститель до продукта. Благодаря нему йогурт приобретает приятную для потребителя консистенцию и не отслаивается в процессе хранения. Не волнуйтесь, натурального молока в нем также достаточно. Если, конечно, производитель заинтересован в качестве своего продукта, зачастую вместе с сухим молоком в баночку йогурта попадают и не совсем полезные элементы. Вычислить их можно по вздутой упаковке. В вздуте упаковки свидетельствует о наличии в данном продукте каких-то неспецифичных процессах, вызванных, ну, например, попаданием какой-то чужеродной микрофлоры в данный продукт. То есть это либо неправильные условия хранения, либо антисанитарные, возможно, условия производства. И, конечно, самое главное – это срок хранения. Полезный продукт не может радовать вкусом более одного месяца. И это при условии сохранности в холодильнике. Сейчас в продаже появляются продукты, которые способны не портиться до трех месяцев, даже при комнатной температуре. Натуральность таких йогуртов говорит сама за себя. Если они имеют минимальные сроки хранения, в сутках измеряемые, это говорит о наличии живых культур, вот этих вот полезных молочных кислых бактерий. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Откроем упаковку и посмотрим на наличие жидкости на поверхности. Это сыворотка. Ее наличие не опасно для здоровья, но специалисты рекомендуют страницы таких продуктов. Скорее всего, они изготовлены с нарушением технологии. В этом испытании лучше всего себя проявил первый конкурсант. Ему достается бал. Теперь посмотрим на консистенцию. Хороший йогурт имеет однородную массу. Наличие комков в нем говорит об истекшем сроке годности. Здесь побеждают первый и второй конкурсанты. У третьего в составе нашлись комочки и неоднородность. Теперь проверим на содержание крахмала. Капнем в продукт немного йода и посмотрим на реакцию. Если продукт посинеет, в составе обязательно есть крахмал. Его добавляют, чтобы продукт загустел. Единственный конкурсант, который не стал синим, это первый. Он побеждает в этом испытании. Два других явно имели в составе крахмал. Кстати, если вы следите за своей фигурой, то белый классический йогурт явно не для вас. В нем содержится сухое молоко и крахмал, а они вредят стройности. Так что во всем нужно знать меру. Внимательно слушайте наши советы и не забывайте. Для последнего нашего испытания мы отправимся в лабораторию, где тестируют молочные продукты. Местные специалисты строго контролируют, какое молоко, кефир, масло или йогурт попадают к нам на прилавки. И в деле строгого контроля нет равных Юлии Козловой. Через ее руки каждый день проходят десятки упаковок белого классического йогурта. Каждый проходит срогий отбор качества. Сначала на безликой технике, а затем поступает на пробу к девушке. Наших конкурсантов мы также предложили протестировать и выбрать самого вкусного. Каждое утро мы собираемся в своей комиссии, в своей лаборатории, дегустируем продукт. Обычно я пробую йогурт определенной торговой марки, но могу попробовать и ваш. Очень вкусно, прям чувствуется естественность. Приятный Остаточно Знаете, что-то очень горькое, неприятное, не буду. Из представленных вариантов я выбрала первый. С вводной таблицей представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшим оказался белый классический йогурт «Данон». Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как выбрать хороший йогурт и наполнить его организм пользой. Главное, не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся на следующей неделе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова